Начнем с телевизоров. Сейчас, по информации, с 1 февраля прекращает свою трансляцию в местный телеканал «Алекс». Как и ТВ-5, который сейчас получил реинкарнацию в виде пятой редакции, для нас это большая, просто огромная потеря. Я еще раз повторюсь, что журналист — это такой же военный, это человек, который сейчас выезжает в самые сложные горячие точки с камерой. Его камера — это его же оружие. Телевизор — это такая же сейчас у нас контрпропаганда, которая отбивает всю эту российские пули информационные. Вы же понимаете, человек убит информационной пулей — это хуже зомби. Телом, оболочкой он существует в мозге каша. В нашей же задаче, в работе нашей журналистики, побольше сейчас давать местных новостей. Не вытягивает марафон все, что происходит конкретно в городе Запорожье и в Запорожской области. Любая деталь — это все, вы поймите, вот перепащивают, пересматривают наши даже граждане, которые находятся на оккупированной территории. Чтобы не оставлять информационного вакуума им, что мы там брошенные, что про нас никто не вспоминает. Надо постоянно давать, показывать, что там есть наши люди, там есть информация, там все равно мы что-то где-то отснимем. Какие-то тут кадры через наших людей, через телефонами нам передадут. Мы выйдем на линию фронта, мы покажем, как выглядит запорожское направление. Это все надо, это пища для ума. Мозг надо то же самое качать, как всю мышечную систему, чтобы он ни в коем случае не заставился. Не дай бог, когда мы теряем такие кадры, вот сейчас люди, которые происходят отток от наших телеканалов, если они не находят себя дальше в профессии, а просто потом поехали, я не знаю, там где-то заниматься, ну альтернативно другими делами, там, да, вот, но не журналистикой. Мы просто теряем действительно на ценнейшие кадры, которые у нас сейчас есть. И я считаю, что государство наше в этом плане, мы очень сильно проиграем врагу, очень сильно. Мы можем получить миллионы Абрамсов, но если мы теряем телевизор, мы теряем людей. Мы теряем, как бы, ну, свой этот главный импульс, который нас должен постоянно настраивать, правильно настраивать на то, что сейчас происходит. Вот, и я бы на месте сейчас государства взял бы себе сумасшедшие гранты и просто бы вбуховал в эти телеканалы. Ни в коем случае их не закрывал, я брал бы их, датировал. Ну, просто, чтобы они 24 на 7 вещали, выходили в интернет-пространство, делали свои отдельные зеркала, там, и на Ютьюбе, и на ТикТоке, и заходили в социальные сети. И пусть остается старый добрый телек хотя бы для той группы населения, которая привыкла прийти к лассу телевизор и через голубой экран довериться вот той информации, которая оттуда идет. Пусть это будет информация по отключениям, пусть это будут какие-то анонсы, пусть это будут какие-то политологи, пусть это будут просто какие-то дискуссионные клубы, какие-то интересные передачи, приглашаться чиновники, депутаты. Но общество, запорожская громада, она должна жить в синергии. Вот, в синергии именно с теми событиями, с властью, с тем, что сейчас происходит. Понятно, что сейчас блогеры превратились в некие отдельные СМИ. Но зачем? Пусть это будет, пусть это будет отдельная ниша, отдельное направление, вот именно благосфера, да? Но в классическом варианте, в классическом отношении, я считаю, что местные СМИ, они должны у нас оставаться. И они должны действительно, вот конкретно нашу специфику доносить, подсвечивать, чтобы человек мог прийти и быстренько, там, за 15 минут посмотреть все последние новости, которые у нас произошли. Сделать для себя правильные выводы, сформулировать для себя задачи наперед, на завтрашний день, там, на неделю, там, и так далее, и тому подобное, да? И дальше заниматься своими делами. Нам все равно архиважно сейчас в Запорожье вот этот класс, журналистский класс, максимально сохранить, оставить и дальше продолжать это дело. Потому что без журналистики, без четвертой власти нет демократии, нет развития общества, не выиграть ни одну войну.